Доброе утро всем, кто присоединился к нам сейчас. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 градусов. Днем 26-31. Ночью в горах местами до 9 тепла. Днем местами от 17 до плюс 22. В Черкесии без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 12, плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 31. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Таков девиз фермера Султана Бабоева из станицы Зеленчукской. И выбрал он его не случайно, так как на долю фермера выпали непростые времена. И он достойно справился со всеми трудностями. Из Зеленчукского района репортаж Ольги Савенко. Сейчас на полях Султана Бабоева пасется около ста коров. Все упитанные, просто красавицы. Основная часть – галчинской породы, хотя есть и семонталы. Их особенность – высокий надув. По нашим условиям, вот у меня есть, есть которые такие, несколько штук, 8-8 тонн, 9-9 есть. Ну вот сезон, сезон, есть некоторые дают больше фляги. Это тем более удивительно, что почти все эти красавицы – местного производства. Несколько лет назад Султан Бабоев решил заняться искусственным осеменением, чтобы не покупать дорогостоящих коров за границей. Читал специальную литературу в интернете. Он современный фермер. Перенимал опыт передовых хозяйств. Коровы Султана Бабоева и чистоту породы сохранили, и к местным условиям лучше приспособлены. А молоко дают вкусное, жирное. Его с удовольствием забирают предприниматели Адыгеи. Молоко нашего фермера можно пить без опаски. Здесь нет никакой бруцеллезы, никаких других серьезных заболеваний. Вся территория огорожена, поэтому животные не контортируют с другими. Кроме того, Султан Хамид постоянно делает прививки, сдаёт кровь на анализы. Ну, попробуем. Вкусные, как в детстве. Секрет в особом уходе и рационе. Питается буренки Султана Бабоева по-королевски. У него нет образования агронома, но знает он не меньше специалистов. Постоянно консультируется с ведущими агрономами Краснодарского края. Покупает элитные семена. На его полях растут горох и спорцет, глюцирна и другие полезные травы. Примерно пучок лукового сена и одна веточка спорцета примерно по силе равноценны. Вот здесь в нём есть и белок есть, и жир есть, и масло есть, и есть необходимый крахмал, гулеводы. Правда, в этом году урожай на полях фермера оставляет желать лучшего. Жаркое лето, засуха, практически погубили его на корню. Если раньше сено было своё, то теперь придётся покупать. А это не одна тысяча рублей. Учитывая, что фермер и так платит кредит, а ему ещё как воздух необходим охладитель молока, кое-какая техника, да и дорогу надо подремонтировать, в этом году настойчивому фермеру придётся совсем не сладко. Выход какой? Что делать будете, если кормов нету? Ну, не знаю, может, государство чем-то поможет. Я ж не один. Это весь район, так, Карачао-Черкезия, Краснодарский край, так, есть. Государственная поддержка фермы Рубой не помешала. Давно известно, накормят Россию те, кто хочет работать и умеет, и зиму свою любит. Так, как фермер Бабу. Ольга Савенко, Руслан Харченко, Вести Карачао-Черкезия. Следующий выпуск Вестей смотрите в 14.30 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. В эфире Вести. Вы смотрите Вести. Добрые Вести. На этих полках хранится история Карачаева-Черкесии. Садомов снова зацветут сады. Вести всегда в эпицентре событий. Ждите только добрых вестей.